Всем привет, мне тут пришла посылочка из Китая, давайте ее распакуем и посмотрим, что здесь находится внутри. Сразу скажу, что цены вы можете увидеть в описании к этому видео, поэтому, кому интересно, все цены я выкладываю всегда в описании. Вот такой вот чехол от компании Nilkin. Этот чехол был заказан моим другом для его телефона Meizu M5 Note. Как видите, здесь это как раз и написано M5 Note. Этот чехол интересен тем, что к нему можно установить приложение с Google Play и через вот это окошко, собственно, делать определенные манипуляции. То есть отвечать на звонки и, по-моему, там листать музыку и все остальное. Ну давайте откроем, посмотрим, какого качества. Здесь, кстати, кто не знает, кто впервые сталкивается с продукцией Nilkin, есть вот такой защитный код. Если вот эту штуковину отодрать, то здесь будет ряд цифр. Этот ряд цифр нужно ввести на официальном сайте Nilkin, nilkin.com. И там, в общем-то, вы сможете проверить на оригинальность. Поэтому, если вы покупаете на Алиэкспресс, будьте внимательны. Я купил этот товар в проверенном магазине, но если вы будете покупать, допустим, не по моей ссылке или сами будете как-то искать, то обязательно проверяйте на оригинальность, чтобы чехлы приходили вам оригинально. Несмотря на то, что это может быть Nilkin, он может быть в такой же упаковке. Там может быть все довольно неплохого качества, но это может быть подделка. А подделка всегда будет ниже качеством. И подделка, как бы, все равно неприятно платить за оригинал, а получать подделку. Согласитесь. Итак, значит, здесь у нас вот такая еще есть штуковина. Это тоже, наверное, от продавца. То есть, продавец хочет, чтобы я ему поставил 5 звезд. Хорошо. Так, давайте откроем и посмотрим, что здесь внутри. Насколько я помню, у Nilkin есть такая тенденция, что они в комплект кладут еще и защитное стекло, либо пленку, не помню. Давайте откроем, посмотрим, есть ли в данном продукте, есть ли возможность наклеить пленочку. Нет, в комплекте здесь пленки нет. К сожалению, ну ничего страшного. Может быть, это продавцы так умудрялись и клали пленочку. Но не факт, потому что на самом деле там была пленка с такими логотипами Nilkin. Вот так вот выглядит у нас внутри этот чехол. Видно, что сделано все качественно. Здесь вот такие вот прорези, ребра, для того, чтобы чехол от времени не потрескался, не погнулся. Здесь мы видим вот такую прорезь под динамик. А следовательно, это говорит о том, что когда вы ответите на звонок, то у вас будет здесь возможность ответить на звонок, не поднимая крышки. Здесь логотип Nilkin. Здесь я почему-то думал, что здесь будет пластиковое окошко, либо еще что-то. Но здесь просто пластиковая окантовка вот такая. И когда телефон закрывается, то вы имеете доступ к экрану. С помощью специального приложения сможете перелистывать музыку, отвечать на звонки и делать определенные манипуляции. Здесь у нас вырезы под камеру, под вспышку. Все сделано, конечно, как всегда, четко, красиво. Эта часть пластиковая и имеет вот такое напыление. Очень приятно, красиво блестит. Все сделано очень четко. Здесь приклеена вот эта часть. Но все ровненько, вообще без каких-либо проблем. Здесь также вырезы под кнопки сделаны тоже отлично. В общем-то, Nilkin меня никогда не огорчал качеством своей продукции. Здесь, кстати, еще вот такая вот штуковина есть, если кому-то интересно. Тут вот такая типа визитки. И здесь, если стереть, тоже будет какой-то номер, который нужно будет ввести. Для чего она нужна, я не знаю. Кому интересно, задавайте вопросы в комментариях. И, возможно, мы общими усилиями выясним, для чего нужна вот эта карточка. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Вот такой вот качественный чехол сегодня мне пришел из Китая. Кому интересно, ссылка будет в описании. Также вы можете задавать вопросы по данному товару также в комментариях. И не забудьте подписаться на канал, на группу ВКонтакте. Если видео понравилось, не забудьте его поддержать, поделиться ими с друзьями. Всем хорошего настроения. Пока. Продолжение следует...